Для того, чтобы сегодня поговорить об этой теме, я хотел бы о том, о чем я буду говорить, я бы хотел сначала напомнить вам, что такое мир. Мы все понимаем, что Библия называет миром. Сейчас, пожалуйста, люди, которые в центре, они молчите. Вы сейчас сегодня, вы очень умные, мы всю неделю об этом разговаривали. Я хочу, чтобы христиане сейчас вспомнили, что такое мир, что Библия называет миром. Потому что есть такое понятие у христиан. Мир, он там, мы здесь, у нас тут Царство Божие, а там мир, за воротами. Мы когда в центре реабилитации были, там вот, когда говорили, там мир, и они всегда так показывали, в сторону ворот, иди в мир, вот ты будешь в миру там и так далее. Да, да. А что такое мир? Что Библия говорит о том, что такое мир? Аминь. Аминь. Я очень рад. Похоть плоти, похоть отчая и гордость житейская. Все, что есть в мире, есть не от Отца, но от мира всего. Ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть отчая и гордость житейская. Три момента. Что-то хотел еще дополнить там. Что еще есть в мире? То, что слово мир по-русски, оно по-разному интерпретируется. Да. Есть мир, как взаимоотношение слова, и все. Мы не говорим, как мир Божий, да, так покой, да, вот этот. Нет, мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим о мире, как о... Вот именно вот об этом, то, что я говорил. То, что образ этого мира, да. И Библия нам еще дает такие сравнения, что вот Иисус в притчах, у Него мир там как, часто символизирует, как море. Не буду мучить. Море. Да, помните, когда Он говорил про... Когда Он спрашивал, ученики спросили, а разъясни нам притчу о сети, да. Он говорит, в море есть мир, в сети есть там, да, ангелы там все это, понимаете? То есть из мира, да, и есть вот эти некие духовные откровения, которые уже как бы церковью освоены, что когда Иисус ходил по воде, да, Он как бы идет над миром, Он идет не погружаясь вот в это мышление мира. Похоть плоти, похоть отчей гордость житейская. То есть люди все, они не могут как-то вот абстрагироваться от мира. То есть мы не можем полностью вот сейчас не жить похотью плоти, похоть отчей гордостью житейской. Вот как бы мы не хотели, понимаете? То есть мы можем с этим там бороться, и поэтому были такие в церкви, как явления, как монастыри, да, люди уходили как бы из мира, пытаясь уйти физически как бы из мира, уменьшить вот эту вот концентрацию похоть и плоти, похоть отчей гордости житейской. И часто вот похоть плоти, похоть отчей, да, вот эти наши естественные вещи, желания, их как бы, ну так проще различить, увидеть, да, что это такое, как они действуют. А вот гордость житейская, это вообще такая вещь, которая, ну, она вот везде, все ей пронизано. То есть вот в церкви, да, например, все может быть пронизано духом этого мира, да? Когда люди, например, там продают позицию больше, чем, ну, реально то, что должно быть, да? И все, и оно есть везде. То есть вот и вот это вот желание быть кем-то, чем-то в глазах людей, в глазах себя, и параллельно и в глазах Бога тоже. Это есть не от Бога, это есть от мира. Да? К чему нас Иисус учет? Кто из вас хочет быть первым, последним? Да? То есть он пытается изменить наше мышление, он пытается показать нам, ну, он пытается научить учеников думать по-другому, смотреть по-другому. И он сам показывает, что он ходит над миром. То есть и мы чувствуем это все своей душой, я считаю, когда вот читаем про Иисуса, что мы не можем сказать, что он любит мир, что он как-то зависит от мира. Вот он вроде как такой же, он с людьми, он ест, но нету в нем этого духа. Нету в нем этого ощущения. И он сам это называет, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но за учеников он молится как, что не прошу, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. То есть, соответственно, вот мы, тем не менее, хоть мы рождаемся от Бога, мы рождаемся, мы все равно живем в мире. И все равно вот эта вот похоть плоти, похоть отчаяния, гордость житейская, она оказывает на нас влияние. То есть, другими словами, что такое мир? Мир это мышление. То есть, вот просто формулировка. Это мышление этого мира. То, как люди настроены, это их взгляд, это их менталитет, это вот все, 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 все такое человечество. И вот это нам нужно сейчас, просто мы это повторили и зафиксировали просто, для того, чтобы уже дальше мы к этому понятию не возвращались. Когда я буду говорить там, да, что о том, о чем я сегодня собрался говорить, мы уже понимали, когда я говорю про мир, что это мышление, что это мышление этого мира. Вот. А сейчас пойдем вот в тему и, опять же, мы, ну как, я, я бы, наверное, не стал говорить эту тему, если бы не произошло одно событие для меня. Опять же, можно в это верить, можно в это не верить, но это было очень вот так ярко. На днях, в среду или в четверг, я не помню, я вроде уже выправил свой режим по сну после праздников, потому что, ну, вы знаете, что это такое, когда он сбился, да, что ты сначала долго спишь, а потом не можешь уснуть ночью. Ну, уже начали работать, и вроде как бы уже сдвинулся, и я все, я вроде лег пораньше спать, чтобы выспаться, там, около 9 часов, но в 12 часов вот взял и проснулся. Обычно у меня проблем нет опять заснуть, я тут что-то вот не смог заснуть, и все. И не могу, и не могу, лежал, 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 там, где-то посмотрел, почитал, опять попытался заснуть, опять не могу, думаю, ну, это что-то вообще, обычно такого нет. Ну, ладно, думаю, Библию уж надо почитать. Надо почитать Библию. А что почитать? Вот я открываю на телефоне Библию, думаю, посмотрю в оглавление сейчас, что вот на меня бросится, то я буду. Ну, или что, ну, подумай просто, ну, то есть, для чего оглавляюсь, чтобы вспомнить вообще, какие книги есть, вот, может быть, какие-то забыл, что они есть, какие-то давно не ходил туда. Вот прям открываю, раз, и у меня прям в глаза второзаконие. Ну, вот оно вот, ну, не могу это объяснить. Я еще такой, я так это прочитал, ну, второзаконие. Если вы знаете, что написано во второзаконии, как бы, ну, там много-много-много всего, ну, такого, перечислений там всяких. Не особо такая книга какая-то. Захватывающая, так сказать. Ну, ладно, второзаконие. Ну, выбросилось, что ли, второзаконие. Нажимаю там дальше, оглавление. Ну, в какую главу, в какую главу ты будешь? Ну, и как вот у меня все просто посередине. Пятая глава. Ну, пятая. А, ну, пятая – это десять заповедей. Я помню, пятая глава, второзаконие – десять заповедей. И, ну, и вот я решил, ну, ладно, прочитайте эти заповеди еще раз. Я их, вроде, не знаю, но прочитаю еще раз. И вот, прочитал заповеди, получаю откровение. То, что раньше не видел, то, о чем раньше не думал, то есть, и я уже вам его произносил, я специально, как бы, я подготовил. А Библию кто-нибудь даст мне, нет? Есть? Все, а то он в электронном мире уже все в Библии не носит. Вот, и я вам сейчас открою. Ну, понимаете, для меня это откровение. Я понимаю, что, вот, я сейчас, когда прочитаю, вы подумайте, кто-то из вас поднимет, ну, не такой уж прям откровение. Потому что, ну, ну, ага, это вот определенная мысль, которую я раньше вообще не видел, что ее можно из этого извлечь. И я сейчас, ну, как бы, вот, ну, до этого, да, за какое-то время я вам тоже рассказывал про одно откровение, которое Иисус Христос рассказывал людям. Помните, он рассказывал вот это откровение про воскресение мертвых. И он использует такую вещь, в которой вообще никогда ты не увидишь этого откровения. Когда он говорит, что я Бог, Бог сказал Моисею, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, а Иисус говорит, вот Бог здесь говорит, что есть воскресение из мертвых. Люди вообще, то есть там даже, ну, не нашлось, кому просто, ну, противостать против вот этой мысли. Ведь действительно, Бог же живой, и они это понимают, живой, не умирает. А когда Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог, да, и Он не говорит в прошлом, я был Богом их ним, пока они не умерли. Он же не говорит так. И Иисус вот такое откровение. Я знаю, что пока вот вы тоже об этом не задумывались, мы когда Библию читали, мы вот это всегда, ну, нормально сказал и сказал. А как бы, а я задумался вот однажды, и вам тоже тогда передал, что смотрите вообще, как оказывается, ну, иногда Бог может закладывать какие-то вещи, которые мы вообще можем не видеть. Которые, ну, вот вообще, как там вот это увидеть? Тем более, вот этот вот вопрос о воскресении из мертвых, он тогда был очень острый. Тогда были фарисеи, были саддукеи. Тогда было очень много вот этой вот межзаветной литературой, если вы знаете, книга Еноха, вот то, что не вошло в канон. Она как раз подписалась вот в те годы. Вот эти 400 лет, они были очень интересны. И ученые, как бы, это знают. То есть там было некое такое становление раввинистической школы, учений там различных, толкований, писаний и так далее. То есть там все это рождалось. Иисус вырос в этой атмосфере. И там очень сильно была развита ангелология, вот эти духовные моменты люди думали, как же там все. Мы знаем, что Петр и, по-моему, Павел даже, они цитируют из книги Еноха. Понимаете? То есть они цитируют вот из этих книг там про ангелов там, да. И сейчас так все сложилось, что это в канон не вошло. Да? Мы принимаем это как от Бога. Бог решил, что, ну, вот это вот осталось, вот это Бога вдохновенное писание. Там тоже, наверное, есть моменты Бога вдохновенные. Но то, что мы можем сейчас считать на 100% Бога вдохновенного, каждая точка, каждая вот, ну, запятая, ну, естественно, в правильном контексте, естественно, в оригинале, естественно, в истинном значении. И вот я говорю, что это было что-то, я уверен, что там написано, что люди после того, как он это сказал, вот это свое откровение, что, ну, как доказательство того, то, что я говорю, в Писании, в Ветхом Завете очень мало вообще каких-то высказываний о воскресении мертвых. Практически нет. Там больше есть наоборот вот эти вот логические такие размышления екклесиаста, где он говорит, ну, ты здесь проживешь и все, во тьму, в могилу и все, и спать вечным сном. И как бы, поэтому таким вот людям, то есть были верующие вот эти вот садухи, садухи, да, причем это была общая такая, ну, более устойчивая, наверное, позиция, потому что они были в основном начальники все. И они придерживались вот типа того вот этой вот здравости, да, вот, да, Бог есть, жертва, храм, наши грехи, праведность нашей жизни, а вот это вот все, что там дух ангелы, давайте мы, не будем мы туда. Вот они прям отрицали. И поэтому воскресение мертвых для них тоже было чем-то смешным. Они смеялись. Помните, с каким вопросом они пришли? А, вот был брат, у него была жена, он умер, ее взял другой брат, он умер, ее взял третий брат. Ну, и кого она женой будет там? Ну, ты скажи нам, учитель, да? То есть, понимаете, да, в каком духе они жили? Они были полностью уверены, что это бред вообще, какое воскресение мертвых. Живем здесь и все. Потом уснули и умерли, да? И вот, понимаете, а Иисусу, как учителю, ему нужно доказать Писанием, да? Писанием доказать. Представьте, как он достает вот это вот откровение, где вообще про это не сказано. Я когда это тоже получил, когда это я увидел, я думаю, ну, какие браки, ну, сколько еще откровений есть, которые мы просто не видим. И вот, ну, для меня, вот то, что я вам сейчас покажу, что мне Бог показал, я верю, что мне Бог показал. Я вот эту историю рассказал не для того, чтобы вот как-то это выглядело красиво, это действительно было так. Я не мог спать, я решил почитать. Обычно у меня это не работает, когда я там начинаю там открывать Библию, где бы открыть, скажи мне Бог. Я вообще как бы, ну, против такого подхода к Библии, это поход лентяя, знаете, да? Когда мы просто идем там в туалет, и тык-тык-тык-пум, ну, скажи, что я не принимаю, не мое, не принимаю, да? Или еще что-нибудь, знаете? Это же анекдот такой есть, когда там человек, ну, скажи мне, что-то, пум, открывает. Иуда пошел и повесился. И он читает, ну, не, не, точно, это что-нибудь другое. Шшшш, иди сделай то же самое. Вот, поэтому, ну, я не сторонник этого подхода. Но иногда есть действительно вопрос, как-то, ну, Бог поведи, я не знаю, что читать. Ну, как, вот, нет у меня сейчас сегодня мысли, я предпочитаю читать какими-то книгами, там, да? Что давно не читал, давно не читал, надо опять прочитать, там, и так далее. А тут вот прям как-то явно второзаконие, и все. Пятая глава, и все. И вот, ну, открываю туда, просто начинаю читать без каких-либо ожиданий. И вот, ну, схватываю вот это откровение. Сейчас я вам его продемонстрирую. И из него вообще, я понял, я больше уже не смог. Мне пришлось говорить эту тему, которую я сейчас буду говорить и говорю. Вы еще даже, мы еще даже не пришли к началу этой темы. Я не буду все читать, я просто прочитаю 10 стих, там, где Бог говорит, не поклоняйся другим богам, я Бог ревнитель, ну, даже 9, я Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего-четвертого рода, ненавидящих меня, и творящим милость до тысячи родов, любящих меня. И у меня сработал мой математический ум. Вы видите, что это, ну, это сказал Бог. Мы вообще вот про, точно так же, как Бог сказал, я Бог Авраама, Исаака и Аква, это не показалось Моисею, это Бог ему сказал. Точно так же и здесь, Бог вот эти 10 заповедей, он их написал, и он их дал Моисею. Знаете, я иногда думал, что, ну, наверное, Моисей там 40 дней делать нечего было, и он там сидел с долотом, с собой взял инструменты, чтобы делать, ну, чтобы чем-то временем заниматься. Но в Библии нам говорит, Бог написал и дал ему, Бог сформулировал, Бог дал это, да, сверхъестественным образом. И вот это написано у него. Вот так он решил написать каждое слово, которое он там написал, это написал он. Поэтому я, ну, вот к этому сейчас с ним подведу, смотрите, что он говорит. Да тысячи родов любящим Нема. Как вы думаете, это аллегория тысячи родов? Или Бог действительно когда-то задумал тысячи родов, что будет на земле? Посчитайте, что такое тысячи родов. Сколько лет? Дисячи родов. Почему? Минимум 25. Рот, это вообще-то считается 40 лет. Примерно. До нормальной зрелости, потом следующий. Но минимум 25. Десять не может быть рот никак. У нас же не за 100 лет не прожило десять поколений. Вот мой дед родился в 904 году. Я сейчас живу в 2020. Мне сейчас 40 лет. 120 лет почти прошло. И у меня еще нет ребенка. Ну, понятно, может быть, я был поздний, папа был поздний, там, и так далее. Но я еще живу. Мой еще лет не закончился. О чем она говорит? Вам о чем-то это говорит вообще? Что Бог вот здесь, он заложил информацию, что он не собирается уничтожать землю. Что, ну, в его планах, в его видении, в его представлении до тысячи родов. Он, и, понимаете, поэтому я говорю просто про минимум. Минимум 25 тысяч лет. Сколько лет уже прошло с тех пор, как он дал это слово сказал? Ну, не шесть. Ну, не шесть. Шесть это сотворение там чуть больше. Да, я, там что-то 2000 где-то, там, вообще-то 1004, по-моему. Если там покопаться, можно прям точно это все прочитать. Вот, выхода из Египта, потому что это, ну, это уже даже не Авраам, это уже не патриархи, да, это еще плюс 400 лет. То есть это вот, вышли они из Египта, вход в землю обетованную, там еще лет через 400-500 царства Давида, потом еще, ну, то есть там вот. Не больше 2000 лет до Христоска Христова. Мне кажется, ну, не так важно. Наверное, я должен был подготовиться, да, более четко, если там зафиксировать, но я не хотел, вот, ну, да, тут эти цифры больше вспоминать, потому что мы все понимаем, 4 тысячи, 5 лет, что остается еще очень, очень, очень много. И, понимаете, вот то, что Бог не собирается разрушать землю, я это уже давно больше. Я это давно уже увидел. То есть для меня вот это откровение, которое я сегодня хочу вам поделиться, то, что я через эту информацию впитал, как бы, вот, ну, что меня ободрило, что мы вообще в самом начале находимся. Понимаете? Мы еще в жизнь, грубо говоря, не вступили. Из этого всего общества, то есть у Бога, вот, ну, вообще, как нам сказано, Бог тысяча лет, как один день, один день, как тысяча лет. И это тоже не совсем аллегория. И это тоже не просто такая фигура речи, типа, ну. Действительно, мы видим, что вот, ну, Божьи процессы, они, они другие, они отличаются от наших процессов. Он, для того, чтобы Христа привести, он несколько тысяч лет готовился, вот, от Эдемского сада, он несколько тысяч лет все это вот подготавливал. Он, да, создал народ, водил этот народ, да, дал этому народу закон, учил, посеял некое, да, вот, создал что-то, куда он может говорить, где его воспринимают, создал эту атмосферу, да, составил это писание, научил понимать это писание, хотя бы как-то на каком-то начальном уровне, да, когда люди думали, что они уже все поняли. Да, потому что там действительно глубина, да, даже вот взять этот межзаветный период арминистический, 400 лет, мы говорим, Бог молчал 400 лет, Бог, Бог-то не молчит, но писание не, писание закончилось, и потом приходит Иисус, и сейчас мы живем вот в это, вот эти две тысячи лет. Это две тысячи лет, это просто становление церкви, просто младенчество, детство и юность церкви, потому что даже само писание, Библия нас учит, что такули не придут в мужа совершенного, в меру полного, да, возраста Христов, пока не придут в это понимание взрослых сынов. И вот тогда-то начнется жизнь, понимаете? Не смерть, не конец всему, как некоторым бы, может быть, хотелось бы. Знаете, вот я тут с одним человеком тоже спорил на этой неделе, мне пришлось вот жестко отругать. Когда мы там смотрели, что-то, я там опять что-то про войну, и мы тут разговаривали, и вот человек сидит там за столом, он говорит, что, быстрей, уж война началась, и все уже. Я говорю, ты что несешь? Пошел вон, говорю, отсюда из-за стола. Ты даже не представляешь, что ты говоришь, ты не представляешь, что такое война. Когда будут, ты будешь, это у нас в боевиках война, я никогда не убиваю. А здесь ты только выжил, и тебя уже нету. Тебя просто издуло вот этим, да, атомным взрывом. Тебя и все, что жило. Война. А остальные там умирают от голода. Я не знаю, это, ну, потому что, ну, я понимаю, что те люди, которые прошли войну, там, наши деды, они пережили нечто, что мы, как бы, ну, не переживали. И я понимаю, что это очень жестко, на самом деле. То, что у меня, вот, например, друг пришел из Чечни, он попал в первую чеченство. Был веселый парень. Пришел задумчивый человек, который совсем другой. Вот просто другой. И, ну, как говорят, повлиял на него очень сильно. Сейчас, ну, нормально, он живет, общается, семья, ребенок. Но война его изменила полностью. Все, если мы раньше там были, глупили там, мы-то и остались такими. А он изменился, он понял ценность. Он начал работать, начал жить, начал обустраивать свою жизнь. И он оценил этот вкус, это вкус жизни. Поэтому, ну, на самом деле, мы можем быть мудрыми, но не обязательно, ну, доводить человечество, вот этот, ну, этот мир обязательно до войны, до конфликта, думая, что, а кто так думает, ну, маргинарские мышления так думает, которые, мне плохо, пусть всем будет плохо. Понимаете? И вот, понимаете, у нас даже, как у христиан, иногда есть такой переход. Они так, мы привыкаем страдать, и, господи, давай, чувак, всех, сожги уже, все уже, приди уже. А Бог не этого хочет. Бог хочет спасти, на самом деле. Бог хочет, чтобы вот, когда вот он придет, люди были готовы, они не сгорели. И нам Иисус говорит, то, что придут ангелы, они что сделают? Они соберут племелы и сожгут пшеницу, пшеницу. Понимаете? Ну, и наша задача это то, чтобы было больше пшеницы, чтобы действительно, ну, вот эти, как можно меньше людей под это все попало. И опять же, да, ну, как вот, мы поговорим, что это, ну, должно быть, что мы должны ждать вообще. То есть, вы понимаете, что, ну, поэтому, вот это вот для меня, вот это вот откровение, которое я верю, что мне Бог сказал, указал, посчитай. Он мне говорит, посчитай, что такое тысячи поколения. Понимаете, что это не просто там, ну, тут еще, ну, ну, тысячу, две, наверное, еще кто существует. Да нет, мы вообще вначале. Он, ну, другим словом, я уже давно это понял, как бы, что он не сотворил Землю, как какой-то такой проект временный. Понимаете? Он в это вложился полностью. Он сотворил, он сказал, это все хорошо. И он сотворил это не для того, чтобы разрушить. Ай, какой-то вирус завелся, все, теперь все испортится. Нет, Бог сказал, я это все, я все, все это исправлю. Это все под моим контролем. Все это в процессе, человечество должно переболеть. Человечество должно получить вот эту прививку иммунитета для того, чтобы уже потом просто жить. Аминь. И, ну, и мы должны это понимать. Если мы будем это понимать, у нас, ну, как бы, изменится мышление. Мы поймем, ну, как бы, мы захотим двигаться, мы захотим делать, мы захотим участвовать. Мы перестанем пускать в себя вот эту вот душевную, забери уже меня. Понимаете, потому что, ну, этот дух есть, согласитесь, есть этот дух. Я вам недавно говорил, не знаете, какого вы духа, вы вспомните, что вот у Ильи был примерно такой дух. Он верующий, он христианин, но он, все, забери меня, не могу. И мы так вот на это смотрим, что, фу, пришла колесница, его забрали, как круто, вот меня бы как забрали. Но на самом деле он не доделал свою работу, он, как бы, ему не хватило духа. Вот в это я, ну, я верю, я это вижу. Он был крутой и очень крутой. Но он двигался вот в это. А, нет, ну, все, все плохо, не будет дождя. И так как он пророк, Бог, ну, не будет дождя. И, понимаете, вот мы должны это понять, что, ну, и ученики потом в этом же духе, да? А давай сейчас скажем, чтобы огонь как Илья сделал, сейчас огонь придет и сожвет. Ну, понимаете, да? Ну, сейчас больше понимаете уже, нет? Мы об этом размышляли. Поэтому, ну, нам понять нужно, что Бог хочет уничтожить. Бог хочет уничтожить зло. Бог хочет уничтожить то, что мешает. Бог хочет уничтожить, ну, не повредив своих. И это более трудная задача. Это более трудная операция. И он ее, как бы, продумал, он ее придумал. И в Иисусе Христе он ее начал, начал воплощать. Потому что Иисус Христу что сказал? Все, ты еще сделал, сын. Теперь сядь оттесную ног моих, доколе положу всех врагов твоих в подножие твоих ног. Понимаете, вот это процесс, Бог говорит, что, ну, все, процесс запущен. И вот, ну, и я вот сегодня хотел вот об этом говорить, что в 1 Трифянам, 7 глава, 31 стих, там написано, что проходит образ мира всего. Да? Проходит. Это еще лет уже проходит. Но проходит. Он в первую очередь проходит в нас. Мы, мы те, кто должны вот это принять и начать жить уже по-новому. По тому откровению, по тому, что Бог действительно, он, ну, собрался сделать. Просто вот вам, ну, еще в доказательство хочу напомнить, я уже говорил об этом. Я понимаю, что я на самом деле вот чуть-чуть повторяюсь, вот, говоря об этом глобальном видении. Я и так скажу, и так, но для меня Бог дал вот это откровение, и я не могу сейчас об этом не говорить. То есть, поэтому я вам сегодня и объяснял вот это, да, что, что такое, как бы, паска, да? То, что, паси овец моим. То, что, ну, как бы, что я в тебя вложил, не сомневайся в том, что, ну, понимаете, что, ну, я должен верить, что, то, что, блин, мне Бог открывает, я должен это тоже не давать. Я не должен подстраиваться только по тот уровень, который, может быть, более удобен сейчас людям. Может быть, нужно говорить о каких-то, там, проблемах их, или им хочется, вот, ну, а я беру и говорю, там, о чем-то таком глобальном, да? Ну, как бы, я вот через то, что вот произошло, там, для меня на этой неделе, я говорю, что я просто понял, что, ну, на, все, не буду я сомневаться, буду говорить. Потому что и я хочу об этом говорить, и для меня это как подтверждение, что об этом говорить нужно. И вот сон Даниила, еще раз я хочу вам напомнить, однажды, в седьмой главе Даниила, если кто захочет, прочитайте потом, я сейчас не буду, долго будет, ему Бог открывает сон. Помните, там было четыре звери, сон такой длинный, первый зверь, второй зверь, третий зверь, четвертый зверь, десять рогов, три рога выпали, вылез один, говоря, на обменный тон, но потом, сын человеческий дошел до пятого днями, были поставлены престолы, там, вы понимаете, то есть, там, такой сон. А вы помните объяснение его? Первое объяснение ангела. Потому что было второе еще объяснение, потому что Даниил говорит, он захотел узнать побольше об этом четвертом, самым ужасном звере. Но первое объяснение ангела будет очень-очень простое. Я вам это говорю, помните, Даниил? Там сказано, что будет. Там вот такое объяснение всего вот этого огромного сна. Там короткое объяснение. Будет четыре царства, а после этого царством завладеют святые и будут царствовать по веки веков. Аминь. Понимаете, вот если у нас нет вот этой вот общей целой картины, что Бог на самом деле хочет для земли, мы будем всегда спотыкаться, мы будем всегда действовать от отрыва, от контекста, от того, на самом деле, того, что хочет Бог. Мы говорили про видение, которое должно быть у церкви, да, что Иисус и Мария, они жили чем-то очень большим, чем-то очень захватывающим. И мы должны. Потому что тогда мы сможем понять, что мы на самом деле должны не просто для себя на этой жизни жить, а мы живем для других поколений, которые будут идти за нами, которых будет еще очень-очень-очень много. И мы те, которые должны не просто просидеть свою жизнь, а вот пока она у нас есть, пока есть руки и ноги, мы должны просто вот настолько включиться, не просто там оправдываться, почему я не включен там вот так-то и вот так-то, а вот мы по идее вот так включиться, чтобы потом вот не осталось никакого малейшего сожаления, что мы не довключились когда-то. И, ну, понимаете, и понятно, что это дилемма такая, что это как бы все, наверное, да, кто говорит с этой кафедрой, хочет, чтобы крестьяне включились в служение там вот и так далее. Я вам просто свое свидетельство рассказываю. Я включился, когда мне Бог стал показывать его глобальный план. И я вам, ну, как бы, я про себя могу сказать, я реально включился. Я, ну, понимаю, вот, понимаете, а включиться, когда ты однажды уже выключился, это труднее, чем включиться, ну, с первого раза. Да? Ну, вот когда-то, то есть как проще иногда включиться. Ты уверовал, ты загорелся, тут у тебя наставники, пастыра, ты их видишь, они тебя, давай туда, давай сюда, ты растешь, ты отучился тебе, давай пастором, давай пастором, и ты прешь, 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 не останавливайся. И вроде как все нормально. А вот, ну, как бы у меня было по-другому. И я даже, ну, как бы, я не хочу это, ну, как, например, я вижу даже в Библии, что вот у Моисея такое. Он хотел включиться уже, когда увидел, а ему Бог так, чик, тумблю нажал, и все, и Моисей сорок лет. Бе-е-е-е, овечий пастор. Сорок лет. А потом Моисей вставает. Ну, уж другого кого-то нет. Ах, брат, мне-то что-то с зубами плохо. Или с языком, да? Все, уже не такой горячий, а мой Бог, ты. Я тебя готовил. Вот, понимаете? И я, ну, я уверен, что под эту картину многие из вас попадают. Потому что вот, ну, мы однажды там загорелись, там, да, знали, там, чувствовали, ощущали. Ну, и опять же, это, ну, это не значит, что вот такая модель должна вот всем, да? Кто-то действительно вот раз и пошел, и идет, и так далее. Каждому как бы оно свое. Но я вам просто говорю, что действительно для меня это просто подтверждение, что, ну, сам Бог включил. Сам Бог. И я не могу вот сказать, что это не так. Понятно, что нужны дела, да? Понятно, что нужно это еще доказать. Но уже там вот за три года уже можно что-то сказать. Уже, ну, уже есть, потому что, да, были моменты, когда можно было бы все остановиться. Но я вижу, что сам Бог не дает остановиться. Сам Бог взял и не остановил. И все стало продолжаться и делаться. И я вам говорил, что там, за два года я получил, до того, как Бог начал меня опять активировать, так сказать, Он начал вот именно с какого-то глобального плана. Я вам говорил, что тот стих, который во мне живет, это вот восьмая глава послания римлянам. Вся тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Томится и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. Я начал спрашивать, Бог, а что это? Чего там все ждет? Я как бы внутри-то догадываюсь чуть-чуть, но сказать об этом еще боюсь. Себе сказать об этом, кому-то еще сказать об этом. Я просто так вот, ну, внутренне спрашиваю, о чем это? А Бог шепчет, о вас. Понимаете? О вас. Ты можешь сказать, ну, как о мне, там, следующее, когда-то, потом. А внутри все равно. Ну, как Бог умеет так сказать. Ну, ты можешь говорить, что хочешь, но Он-то сказал, Он-то тебе показал, Он тебе намекнул. Сможешь ты, ну, как бы это осознать, в это поверить, что, на самом деле, Он, ну, вся тварь ожидает, пока ты включишься. Понимаете? Пока ты, действительно, вот это осознаешь, кто ты. Пока ты войдешь вот в этот вот полный возраст Христа. И, ну, где должна быть победа? Что мы должны победить? Когда настанет тысячелетнее отцаство? Когда сатана будет замотан цепью и... А что это значит? Это вот что, действительно, бред танка, кого-то там свяжет. Это значит о том, что когда-то, Бог говорит, настанет такое время, что вот эти похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не будут оказывать влияние на человечество. Потому что, ну, как такое может быть? Как это можно сделать? Как убрать этот дух из атмосферы? Как? А Бог говорит, это то, что я делаю. Это то, что я реализую. Но до этого он должен сначала быть сброшенный с неба. Вы читаете книгу «Откровение»? В 12 главе, когда женщина рождает младенца мужеского пола, которому надлежит пасти народы с жезлом железным, что есть, скорее всего, его церковь невесты последних дней, и там как раз описывается вот это вот событие, что «И был сброшен с неба великий вот этот даракон, обольщающий все народы». Сначала он на землю. То есть мы видим, вот если так вот просто вам быстро накидать, на самом деле освобождение земли будет постепенное. Он сначала сброшен с неба, и потом уже с земли его свяжут и привяжут. Потом, и это будет еще не полное освобождение. Все равно там где-то будет еще какая-то мысль о нем, что это еще как-то где-то еще существует. Понимаете, о чем я говорю? О постепенном освобождении мышления человека. Понимаете или нет, о чем я говорю? Где он сидит, где он воюет, где он царствует? Мышлений. Нашептывание вот в этом. Вот в этом вот пока есть недоверие Богу, пока есть непонимание Богу, пока есть разделение человека и Бога. Но постепенно он его сначала с неба сбрасывает, потом на земле привязывает, потом он опять все равно выходит в великой ярости, это там Гога-Магога, помните, да? И потом его куда? Все, уже до конца. Озеро огненное, и все, и уже полное освобождение. То есть, ну, мы видим сценарий, мы видим некий процесс. И я вот сегодня хотел как раз чуть-чуть об этом поговорить, именно вот, что это значит. Давайте мы откроем Откровение 12 главу, чтобы просто прочитать уже и поразмышлять именно вот буквально вот об этих вещах. Кто Он? Что это такое? Что должно быть сброшено сначала с неба? Вот понимаете, мы как христиане, мы думаем, что Его Иисус уже с неба сбросил. Но в реальности, в Откровении, я вижу, что Иисус Его еще с неба не сбросил. Ну, потому что это написано в Откровении 12 главе, где уже Иисус Христос заклад. Иисус Христос закладывается. А кто Его сбросил с неба? Вы знаете, кто Его сбросил с неба? Вы. Написано, они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Седьмой стих. И произошла на небе война. Михаил и ангелы Его воевали против драконов. И драконы и ангелы Его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже до них места на небе. И не звержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, сатаною, обольщающий всю вселенную. Не звержен на землю. И ангелы Его не звержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и силы и царство Бога нашего и власть Христа Его. Потому что не звержен клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего. И не возлюбили души Своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Да, мы видим, как некую ангелы воевали, сбросили. Но ангелы смогли воевать с ним и сбросить его после того, как ангелам дали определенную команду. Сказали, все, он здесь больше не нужен. Он здесь больше не имеет находиться права. Кто он? Обвинитель перед Богом, прокурор, да, другими словами. Когда он там может что-то говорить? Когда у него есть что сказать про нас? Вот пока у него есть что сказать в нашем обвинении, да, он там находится и будет там находиться. А вот как только его спросит судья, есть ли это вопрос в обвинении? Обвинение в молчании. А-а-а-а. Потому что те, против кого обвинение, они не оправдываются уже. Они вошли вот в эту полноту. Там написано, они победили его кровью агнца и словом свидетельством своего. И, ну, это вот об определенном тоже мышлении. Для меня это означает, что когда христиане пойдут в свою зрелость, осознание откровения, что сделал для них Иисус Христос, и приведут свои жизни вот в этот вот порядок, соответствующий именно этому откровению, не порядок по закону, что вот все, я теперь ничего не делаю. Все, я, я настолько правильно хожу. Знаете, что скажут обвинения в этот момент? Когда человек достигнет такого мышления, обвинения скажет, я еще тут буду. Они еще не поняли. Они еще думают, что они что-то делают, что, ну, как бы, в твоей крови для них недостаточно. И Бог говорит, вынужден признать, это так, работаем дальше. Понимаете, то есть, как бы вот, и пока, и вот поэтому, две тысячи лет идет с работой с церковью, с мышлением христианства, с осознанием христиан, кто они на самом деле, что сделал Иисус Христос, и как должна теперь выглядеть жизнь человека. Есть другой перекос. Сейчас вот это называют таким словом гиперблагодать. Знаете, такой термин сейчас есть, в христианстве появился? Гиперблагодать. Когда Иисус все сделал вообще. Иисус все сделал, аллилуйя, я все принимаю во имя Иисуса Христа. Что делать, а ты что делаешь? Что делать? Отдыхаю? Все, он все сделал. И обвинитель там около Бога стоит, смотри, что творят. И Бог говорит, согласен. Продолжаем работу. Понимаете? Вот там примерно так происходит. И он, как бы, вы помните, как он про Иову приходил говорить? И он, ну, действительно, Бог там, а что ты думаешь, сатана, противник ты, да? Он говорит, я думаю, что, конечно, он тебя славит и благодарит, потому что ты ему все дал. Бог говорит, ну да, действительно, есть такая мысль. Ну, забери. Тут забирай. Он все равно прославил. Бог, я думаю, тоже хотел, как бы, знаете, так Иову поберечь, думал, сатана, может быть, не заметит чего-то, да? Но сатана пошел тоже там до конца, говорит, кожу за кожу, жизнь за жизнь. Проклянет тебя, как только коснешься Иову. Бог говорит, хорошо, касайся, только души не трогай. И да, у Бога свой план. Бог используется там для того, чтобы вырастить нас. И для того, чтобы мы действительно пришли вот в эту зрелость, для того, чтобы мы действительно вот просто научились правильно думать, правильно мыслить, осознали, действительно, понимаете? потому что, вот, ну, верующий человек, по-настоящему верующий, по образу Иисуса Христа, у него есть баланс. Вот, ну, действительно, реальный такой, настоящий баланс адекватного поведения среди людей, адекватного веры и упования, адекватного внутреннего состояния, где он, ну, он не может быть лентяем, да? Он не может быть. Но он не должен быть и трудогориком, который пытается заслужить Божье благоволение собственным трудом, ну, как бы, вот, собственной какой-то работой, потому что это тоже неправильный такой перекос, небольшой. Божий план, это для того, чтобы вот Иисус умер, для того, чтобы покрыть вот эту часть, которую мы не можем сделать, как люди живущие воплоти, для того, чтобы просить наш грех, для того, чтобы мы получили Духа, который в нас начнет побуждать нас в Божьей работе. И так нас увлечет, так нас заинтересует, так нас включит, понимаете? Что мы и включены будем на сто процентов. И славу всю отдадим Богу. Вот тогда у него не будет что сказать. Понимаете? И тогда Бог спросит, ну, что обвинение? Есть что сказать? Обвинение молчит. И тогда за дверью. Дверь открывается, ему говорят, обвинитель, за вами пришли. Ну, выйдите там с вами поговорить хотя. И обвинение выходит, а там ангел с банной. Он зовет своих ангелов, они там бьются, но власти у него не хватает, его сбрасывают на землю. И опять же, да, о чем это? Да? Ну, вот эти вот картины, да? То, что это значит, когда он будет сброшен на землю, это значит, что ничто не будет мешать нашим молитвам. Понимаете? Мы еще не жили в этом. Вот Иисус в этом жил. У Иисуса было стопроцентное осознание понятия Бога. Вот, понимаете, небеса открыты, все, небо, свободно, небо чисто, нет этой прослойки, нет этого вот этого вот духа, нет этих сомнений, нету этих неправильных мотивов, понимаете? Есть ты, есть Бог. Это вот, ну, действительно, когда, это зрелость духовных христиан. Это зрелость христиан в определенном уже количестве, в определенной массе, которые будут способны, благодаря тому, что у них есть отношения с Богом, Бог с ними уже, они будут способны повлиять на всю оставшуюся землю. Еще будет то, что, да, на землю, то, что мы читаем, да, на землю скинут, и там написано, что горе земле, горе миру, горе морю, да, я вам специально дал этот, да, вначале, мы говорим, что такое море, море это мир, мирское мышление, земля это, это плоски верующие, это верующие, плоски, ходящие земными вещами, то есть, я вам это рассказывал, вот лот, да, то есть, вот Содом и Гамора, это вот мир, а лот, живущий в мире, это земные верующие, ему будет горе, то есть, он пострадает, он будет страдать от этого, он будет страдать от этого мышления, его близкие будут страдать от этого мышления, Да, он спасется как бы из огня Это то, что написано про этих людей Спасутся как бы из огня Которые строили сено и салон Поэтому очень важно, ну действительно осознавать Очень важно, ну, прийти вот в этот полный возраст Для того, чтобы твое мышление и твоя жизнь, твое благочестие Оно, ну как бы, было комплексным Оно соответствовало тому образу, который как бы есть у Бога Не перекос в закон, не перекос в гиперблагодать Не литяй, не какой-то духоман Который только духоманит и ничего не делает Понимаете? Нам сейчас все открыто Мы сейчас вот, ну, видим все эти перекосы Не боящийся, который сидит, ну, и все, ну, боится Сделать лишний шаг какой-то А вот Бог так хочет или так хочет Это некое мышление уверенное Это действительно отношение с Богом Это понимание того, что Бог хочет от тебя Как тебе нужно мысли Иисус говорит, я всегда делаю то, что хочет небесный отец Вот что такое, вот это открытое небо Вот что такое, когда нету, на твоем небе нету обвинителя Все, ничто не мешает твоим молитвам И молитва очень важная вещь Я говорю, что вот мы в этом должны очень много трудиться Трудиться именно вот оттачивая это, да? Чтобы, во-первых, молитва не была многословной Просто тра-та-та-та-та-та-та Помолился, какой я молодец Потому что язычники, написано, думают, что они будут слышны Благодаря своему многословию А у вас так не будет Постоянно молитесь, да? То, что Бог все знает, да? Молитесь от чистого сердца Потому что если мы действительно будем как бы вот в осознанности Мы многие вещи у Бога даже просить не будем Потому что, ну как бы уже понимаем ответный вопрос То время, в котором находимся Поэтому вот это искусство научиться молиться Действительно в настоящих отношениях с Богом Чтобы не просить того, что не нужно тебе просить Чтобы это не было какое-то, выглядело как некое клянчение Или некое там, вот, просто вот Я прославляю Бога, потому что его надо постоянно прославлять Он хочет, чтобы его прославляли А в своем сердце у меня как-то нет этого Понимаете? Я понимаю, что иногда Это, ну, должно быть Потому что Давид иногда говорит Скажу душе моей, слава Бога Да? Если я иду от этого откровения, да? Когда я говорю, я понимаю, я духом осознаю Что мне в данной ситуации надо Богу просто славить И все Потому что Он достойный, я это понимаю И я, как бы, это мое сражение сейчас духовное Понимаете, как много нужно на самом деле На самом деле, ну, учитывать факторов Вот их исправить То есть молитва, это не про количество Не про время Молитва, это про состояние сердца Про настоящее общение Это про откровение Христа в этот момент Что сделал Христос Что то, что уже что-то То, что тебе делать совершенно не нужно Все, ты уже приходишь через то, что Он сделал И ты, как бы, уже это осознаешь и понимаешь Уже внутри тебя есть некое вот это осознание, понимание Это про твое, действительно, реальное отношение к Богу Какое вот это отношение к Богу Потребительское Или ты как побаиваешься, да Или нету личного, да Вот какое оно отношение в молитве Есть отношение И вот, понимаете, когда мы будем разбирать Это некий комплекс Но когда это придет в зрелости Это очень просто Это просто, вот, ну, нет лишних слов Нет лишних молитв А как, действительно, ну, постоянная молитва Постоянное взывание к Богу Постоянное осознавание своей нужды в Нем Постоянный поиск того А в чем воля Божья, да? Познавайте, в чем воля Божья Познавайте, ищите, Бог Бает Ищите меня, я недалеко Познавайте И вот, ну То есть, есть молитва Должна быть молитва и должны быть дела Должны быть, вот, ну Вот, ну, наши отношения с Богом И должны вливаться в дела Что не может быть у человека У христианина, ну, в идеале, да? Я говорю временном, в отрезке Когда мы еще в это приходим Может быть, все что угодно Поэтому я сегодня не для того, чтобы судить Я говорю о том, что, ну, вот в реальности Не может быть зрелый человек Духовно, не использованный Богом Думающий, что я созрел, и меня не видят Не может быть такого Это исключено Есть, значит, какое-то, какая-то Что-то там есть не так Значит, его мышление как бы не созрело Значит, ему надо, ну Значит, Бог ждет, пока он начнет что-то свое Или сам А пока у него куча вот этих вот оправданий Обвинитель говорит Все видно же Бог говорит Да видно, видно Работает И, ну Поэтому, понимаете, вот Мы должны понимать, что перед Богом все открыто Написано Блаженно чистые сердца, но они Богу зря Вот когда Вот это наше внутреннее состояние Оно придет В этот баланс Ты действительно чистый сердце Про тебя действительно нечего сказать А если есть что-то сказать То это покрыто кровью Иисуса Христа И ты понимаешь Что, да, есть какие-то вещи Которые, может быть, еще не доделаны Не исправлены и так далее Но Ты Иисус покрыл И это не мешает тебе двигаться Это не мешает тебе служить Это не мешает тебе Что-то делать Иисус говорит Молитвен, господин, уже а то, что послал Делать Не молитвенников Делатели Я бы сегодня Заменил это на хорошее слово Предприниматели Потому что это хорошее слово Предприниматели То, что предпринимает Какое-то дело Он предпринимает И вот Иисус об этом говорит Он говорит Молитесь, чтобы послал делателей Давайте мы откроем Лука Десятая глава Семнадцатого стиха Семьдесят учеников Он видел сатана Когда он Когда на небе там был Но Глядя из контекста Я могу понять Что он скорее всего Говорит о том Что он увидел Возвращающихся Радостных учеников Которые говорят Господи Иисус им любоповинуется Все Работает И он увидел Вот это будущее И он разглашает Именно об этом будущем Все, я вижу Я вижу Я видел сатану Я уже это увидел Это еще нет Но я уже это увидел Вот так это будет Когда Вот эти ученики Они просто начнут Идти И делать то, что они должны делать И И И тогда Настанет Вот это вот Вспадение Его с неба Вот Поэтому Опять же Мы должны понимать Еще раз Что это такое Да Как я уже сказал Да вот это Вспадение Его с неба Это освобождение Нашего мышления От мирского мышления От Бога теплоти От Бога Теягорода 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 Сначала нас Да Сначала тех Кто его Сначала Духовно И Я говорю Что Бог везде показывает На самом деле Что Он будущее Готовит Откровение Двадцатая Глава Первый стих Там апостол говорит Я не буду открывать И увидел Я новое землю И новое небо И что там дальше написано И море Уже Нет Вот знаете Мы иногда не замечаем Такие маленькие дописочки Что самое главное Новая земля Новое небо Правильно Нет Двадцатая глава Первый стих Сейчас найду Двадцать первая Значит Двадцать первая Да Извиняюсь Двадцать первая Двадцать первая глава И увидел Я новое небо И новую землю Ибо прежнее небо И прежняя земля Миновали И моря Уже Нет Это опять же о чем Вот о том Плане Божьем Что Бог хочет Не то что море Нет и все Нет воды Нету мира Нету духа Этого мира Есть некое устройство Людей Которые Уже живут Вот в этом Понимании Бога Осознании Бога Мышлении Да Божественном Под руководством Бога В тесных отношениях С Богом И вы дальше Все это там Почитаете И я увидел Иоанн Увидь дальше Он говорит Город Иерусалим Новый Сходящий Из Бога Бога с неба Приготовленный Как невеста Украшенная Для мужа своего И услышал я громкий голос Небоговорящий Все скинья Бога С человеками И Он будет обитать с ними Они будут Его народом И Сам Бог Будет Богом их И отрет Бог Всякую слезу И так далее И так далее Мы это как-то знаем То что Желание Бога Это обитать С людьми И не просто Поэтому я говорю Я начал с этого Откровения Я Мне легче было Наверное Осознавать Что Ну вот Тысячелетнее царство А потом уже все И там не все Тысячелетнее царство Уже хорошо Но План Бога Это вообще Ну как бы Земля Земля Которая Она будет существовать Очень-очень-очень долго И люди будут жить И будут жить Здесь В отношениях с Богом И потом уходить туда И там будет хватать Места для всех Вы понимаете Какая Вселенная Небесная масштаб Я иногда Я вот недавно подумал Что мы будем там делать И я понимаю Просто даже Для того Чтобы мне посмотреть На все То, что Бог сотворил Там Где-то Даже если я туда Буду попадать В мгновение Времени Просто А туда И а там Это будет Бесконечно В бесконечно Долго Понимаете Поэтому Нам будет На что Там Посмотреть Будет Что Там Делать И то Что Земля Это Его Ну как бы Родильный Долг Да Для того Чтобы Нас туда Рожать И чтобы Нас там Было Больше Больше Чтобы Мы Жили И здесь И Переходили Туда И для меня Вот Этот Вот Я Когда-то Получил Откровение Сказано Что В этом Городе Да Как Мы думаем Иногда Что Это Только Небесный Город Я Считаю Что Это Не Только Небесный Город То Есть Вот Так Как Бог Он Как Везде Просто Будет Некая Грая Жизни И Смерти Где Жить Ну Как Переход Что Жизнь Здесь И Жизнь И Там И Вот Об этом Для меня Сказано Что Помните Там Дерево Жизни Растущая Как По Обе Стороны Реки Жизни Которые Разделяли Мертвых От Живых Физически Но То Что Дерево Оно Там И Там И Это Одно И Тоже Дерево Мы Можем Делать Такие Углазаключения Что На самом Деле Смерть Это Просто Переход Это Переход Как Павел Говорит Это Приобретение Смерть Для Меня Это Приобретение А Приобретение Чего Приобретение Полного Понимания Полного Знания Полного Зазерцания Всей картины Как Она Есть Он Говорит Когда Будем Там Будем Все Знать Я Буду Знать Как Я Познал А Сейчас Частично Знаем Частично Пророчествую Поэтому Для Меня Это Очень Важно То Что Я Сегодня Говорю Еще Раз Что Для Чего Это Нужно Видеть Эту Картину Потому Что Ты Понимаешь Свою Роль Свою Функцию Что Ну Как Я Могу После Этого Не Включиться Как Потому Что Нам Дано Не Только Просто Ожидать Царства Нам Дано Ему Приближать Понимаете Приближать И Мы Можем Ему Приближать Не Просто Ждать А Приближать И Это Написано В Слое Вот И Да Они Победили Его Кровь Аминца И Словом Свидетельства Своего И Кровь Аминца Ну Мы Понимаем Что Это Такое Да То Есть Действительно Совершенная Кровь Которая Можете Потом Почитать Послание Евреям 9 10 Главу Если Хотите Вот Об этом Чуть Обновить Своё Понимание Просто Домашнее Задание Почитайте Евреям 9 10 Главу Можно И 8 Там Очень Много Объясняется Про Кровь Про Жертвенник И Так Далее Да Но И Еще Они победили Его словом Свидетельства Своего То есть Своего Реального Свидетельства Знаете Вот у нас Должно быть У каждого Наших Свидетельств И А что Такое Наши Свидетельства А? Наше Отражение Богом Вообще Просто Наша Реальная Жизнь Наше Свидетельство Есть В твоей Жизни Что-то Что Бог Сделал В твоей Жизни Есть Действительно Реально То Что У тебя Есть Отношения С Богом Или нет Есть Просто Какой-то Пройденный Путь Мы иногда Думаем Свидетельство Тего надо Вот Там Может быть Денис Думает Что у него Свидетельство Все Там Покаялся Обратился Но Свидетельство Оно Это Часть Свидетельства Это Начало Божьей Работы Да Когда Он на вокзале Сидел И Бог Коснулся Наполнили Его Искать Пытается И У него Есть Свидетельство У меня Есть Свидетельство Мое Свидетельство Заключается В том Что Я однажды Просто Богу Сказал Бог Поняв Что Я Ничего Сам Не Могу Я Сказал Бог Я Отдаю Свою Жизнь Но Ты Доведи Это Дело До Конца И Вы Знаете Для Меня Самое Большое Свидетельство Что Я Продолжаю Просто Вот Я Просто Заключил С Ним Завет Завет В Его Крови Завет В том Что Он Для Меня Сделал И То Что Он Мне Говорил Что Он Все Это Сделал Он Все Совершил Он Дал Эти Великие Драгоценные Обетования Понимаете Он И Он Однажды Привел Меня Вместо Где Я Услышал Это Слово Где Я Смог Разобраться В Это Мне Доходчиво Объяснили И Я Ничего Не Оставалось Делать Как Принять Это Потому Что Я Не Дурак Что Это Не Принимать И Все И Я Понимал Что Я Как Человек Я Могу Это Принять Как Что Обычное Что Бывает В Жизни Я Рассказывал Про Мое Свидетельство Что Я Увидел Себя Человеком Вот Я Пошел Чуть Чуть Паститься Мне Сначала Думаю Хорошо Я Духовный Думаю А Пошел Паститься И Мне Вдруг Резко Плохо Становится Ну Как Вот Внутри У меня Все Начинает Ныть И Я Вижу Свою Несовершенство Я Ненравлюсь Себе Я Чувствую Что Ненравлюсь Себе Что Я Много Чего Начинал На самом Деле И Ничего До конца Не доводил Никогда Что Я Такой Человек И Что Я Могу С Этим С С Делать И Вот Я Не Знаю Куда От Этого Детства Мне Пришли Эти Стихи Что Тот Кто Начал Вас Доброе Делать Доведет Его До Конца И Теперь Не Я Уже Живу Но Христос Живет Во мне И Я Подумал Действительно Это Ж Не Я Уже Живую Я Да Я Такой Я Бросаю Все Я Все Что Начинаю Я Бросаю Даже Если Очень Хочу Просто Остываю Мы Такие Люди Прошли Эмоции Прошла Любовь Завяли Помидоры Как Говорится И На Сам Деле Так Я Знал Что Она Пройдет Я Понял Но Я Скал Бог Тогда Когда Пройдет Я Тебя Прошу Не Оставь Меня Не Дай Мне Оставить Тебя И Я Заключил Вот Я Думаю Что Это Была Эта Мысль Я Периодически Об этом Все Время Рассказываю Но Это Вот И Есть Мое Свидетельство Мое Свидетельство В этом Что Не Я А Он Понимаете Он Он Сделал Он Рассказал Он Показал Он Привел И И Поэтому Вот Оно Свидетельство И Даже Понимаете Сейчас Когда я Вспоминаю Своё Свидетельство Последних Дней Что Я Сидел В Церкви Просто Приходил Сидел На заднем Ряду Уходил В Церковь Да Можно Сказать Что Бог Проверял Меня На Верность Буду Ли Я В Этой Суете Верим Да И Потом Когда Пришел Этот Дедушка В Вы помните Да Как У него Фамилия Хвал Хвал Да Дядя Любого Хвал Ты Дедушка У него Тоже Нет Пальцев А Все Люди У которых Нет Пальцев И Всегда Их Считают Что Мы Несли А Не Какие-то Особенные Люди У Ельцина Знаете Не Был Пальцев У У Шутка Такая Была Когда Ельцин Еще Был Президент У Него Было День рождения 1 февраля И У Меня День рождения 1 февраля И Вот Я наблюсь Ребятами И Начинаю Рассказывать Смотри У Ельцин День рождения 1 февраля Ельцин В строительной Стуте Учился И Я В строительной Стуте Учусь И Последний У Ельцина Нет Пальцев И У Меня Нет Пальцев Нет Было Весело Это Была Шутка Но Ельцин Умер И Теперь Есть Путин Поэтому Все Мои Бонусы Закончились Вот Но Это Что касается Пропасть Но Вот Был В этот Момент Тоже Да Когда Я Жил Всегда С этим Пониманием Того Что Было Время Когда Я Горел Такого И Я Это Помнил И Я Когда Даже Уходил Из Центра Я Хотел Продолжать Гореть Я Хотел Учиться У меня Была Мышлая Я Уйду Я Пойду Учиться И Для Меня Сейчас То Что Я Учусь Это Подтверждение Того Что Это Все Было Одного Просто Вот Нужен Был Этот Промежуток Времени Для Того Чтобы Просто Выдержать Просто Спокойно Вырасти Посмотреть Посмотреть Как Работает Благодать Что Благодать На самом Деле Работает Не от Твоих Каких-то Дел И усилий Это Ты Просто Его Сын Ты Просто Будь Его Сыном И В принципе Ты Бог Тебя Будет Благословлять И Бог Меня Сильно Благословил Да Всякими Даже Материальными Вещами И Вот Когда пришел Этот Дедушка И Когда Ярослав Сидел Там Он Проповедовал У нас Там Был Человек Десять Пятнадцать Больше Больше Нет Больше Больше Ну Там Другая Церковь Была Несколько Человек В основном Вы Человек Конечно Это же Было Среди Недели Не Было Много Народа К Пятнадцати Не Было Я Даже Поговорил Каждому Кто Вышел Слово Говорил Да Знаю 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 Я Знаю Но Я Говорю Что Просто Не Было Очень Много Людей И Я Помню Я Опоздал Сел Сзади Сидел С Таким Мы Как Интересно Проповеду Ну Думаю Если бы я приехал В какую-то Новую церковь То я бы Самую лучшую Одну Я просто Это Рассел Потому Что Так Было Не Потому Что Он Был Как То Я Понимаю Что Этот Человек Проповедует На Тысячных Церквях На Тысячных Конференциях Нет У него Стимула Разрываться Для Пятнадцати Человек Которые Никуда Не Идут Действительно Но Все Шли По-своему И Все И Вот Он Когда Позвал Ярослав Сказал Помолись Забрать Я Помню Я был Первый Ну Как Так Получилось Что Вышел И А он Не Просто Он Начинаем Он Взял Этот Елей И Начал Потом И Он Смотрел В глаза И Говорит Ты Понимаешь Что Серьезно И У меня Как В этом Фильме Ужас Ужас Ту-ду-ду-ду Мне Реско Захотелось Уйти И Сесть Просто Уйти Потому Что Я думаю Конечно Понимаешь Это Серьезно Ну Потому Что И Меня Все Устраивает Как Я Живу Как Я Там Я Как Раз Много Путешествовал В то Время В принципе Было Достаточно Количество Денег Брать Делашние Более Менее Меня Все Устраивало Хорошая Машина Нормальная Работа И Христианин Проповедую Иногда А Тут Понимаешь Что Но Я Понимаю Что Я Не Включен На Полу Что Я Не Есть И Вот У меня Быстро Я Понял Что Мне Хочется Идти И Сесть Просто Но Я Думаю Христианин Я Так Представил Уже В голове Что Я Сейчас Сажу Суду Стремно Я Не Могу Суды Этого Позволить Хотя Хочется Очень Потому Что Страшно Что Бог Сейчас Захочет Волю Свою Исполнять А я Чуть Чуть Догадываюсь Какая Его Воля Как Мы Должны Жить И Ну Я Вот Поэтому Я беру Свидетельство Христов Оно В том И Есть Что Как Не Мы Но Он И Вот В тот Момент То Понимание Которое Было Во Мне Я Смог Сказать Но Ведь Если Бог Что Хочет Это Самое Лучшее Для Меня Ну То Есть Тогда Чего Не Переживает И Тогда Он Ну Тогда Согласен И Вот Он Помолился Несколько Слов Было Сказано Которые Я Запомнил Встань Хватит Сидеть В стороне Ты Молотила Которая Что-то Сокрушает Я Увидел Кувалду Которая Ломает Стены Не То Что Я Увидел Видение Просто Когда Он Об этом Говорил Мои Глаза Были Закрыты И Я Видел То Больше Практически Ничего Не Запомнил Потом Другим Он Говорил Другое Я Потом Сел Молился Показывать Других Я Потихонечку Успокоился Потому Что Я Действительно Немножко Так Ну Напрягся И Ничего Не Работал Как Обычно Ничего Не Работал Даже Сказал Это Своим Сверху Потом Началось Не Сразу Я Не Сразу Понял Что Это Началось Оттуда Начало Просто Прошел Дух Начало Приходить Видение Мог Начал Увлекать Бог Увлек В итоге Начали Одно Служение Потом Перетекло В это И так Далее То есть Как бы Сейчас Уже Как бы Я уже Могу Сказать Что Я вижу Свою Жизнь По-другому Что Я Уже Вышел На Ресталище И Я Начал Забег Да Я Еще Не Бегу Быстро Но Я Бегу Понимаете И Я Это Как Б Понимаю И Мне Уже Нравится И Сначала Вот Эти Ржавые Механизмы Все Ну Было Трудно Раскручивать Все Во мне Пищало Скрижетало Опять Так же Что Куча Лени Куча Ну Каких То Моментов Что Нужно Было Все Заново Это Все Да Опять Раскручивать Жить Для Бога Ну Я Просто Говорю Что Нет Бог Настолько Все Может Компенсировать И Сбалансировать И Настолько Вот Его Воля Она Действительно Благая Угодная И совершенная Для каждого Человека Что В этом Не стоит Сомневаться Я Вам Говорю Что Самое Главное Обвинение Прокурора Там Будет Это То Что Он Будет Говорить Звари Они Те Не Доверяют Они Не Доверяют Твоей Воле Они Ну Они Они Почему Думают Что Они Лучше Видят И Это Действительно Огромная Проблема Сегодняшних Верующих Потому Что Я Как Был В Этому Ты Готов Кучу Всяких Оправданий Себе Рассказать Почему Так Почему Ты Не Включен Почему Так Потому Что Так И Ты Немного Даже Не Готовы Молиться Этой Молитвой Бог Вот Я Просто Обычная Молитва Бог Вот Я Пошли Меня Туда Куда Ты Хочешь И Как Ты Хочешь Мы Чего То Готовы Добавить Но Только Не Туда Только Не Бросай Меня В Терновый Кост Да Бог Не Собирается Бросать Тебя В Терновый Кост Вот Это Нужно Понять Это То Что Навязывает Тебе Вот Эта Прослойка Которая Между Тобой Богом Она Тебе Навязывает Вспомните С чего Начал Своё Искушение Сатана В Эдемском Саду Он Также Продолжает Действовать А правда Ли Что Бог Не Запретил Вам Есть Со всех Деревь В Саду Правда Что Бог Не Очень Любит Вас Правильно Правда Скажи Что Бог Тиран Скажи Что Что Бог Там Что Хочет Тебя Куда Он Хочет От Тебя Чего Того Что Ты Не Хочешь Правда И Ты С Этой Ложью Соглашаешься Внутри Себя Думая Что Действительно Не Хочу И Вот В Своей Воде Ну Не Хочу И Вот Пока Не Хочу Бог Говорит Ну Тогда Прокурор Пока Здесь Остается Понимаете И Тогда Молитвы Не Доходят Тогда Жизнь Неполноценная Тогда Недоросходят Поставим Не Включаемся Какие-то Следующие Круги 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 И Так Дальше Поэтому Вы Как еще Со мной Я понимаю Что мы Сегодня Долго Надо Да Идти Ну Да Я Оставлю Еще Один Момент Хотел Эту Лестницу Петра Разобрать Но Я думаю Достаточно Где Он Говорит Пусть У вас Вера Будет Добродетельна Добродетельна Рассудительность В Рассудительности В Воздержании Воздержании Стойкости В стойкости Благочестии Понимаете То есть Сколько Должно Быть В жизни Человека Вера Пум Баланс Дела Понимаете Дела Еще должны Быть Рассудительностью Не просто Вот Потому что Ну Многие Просто Как фанатики Лишь Делать Какое-то Доброе Дело Бог Говорит Ну Не надо Любое Доброе Дело Надо Быть Открытым Готовым На всякое Доброе Дело Ну Не нужно Быть Фанатич Нужно Иметь Рассудительность Да Ну Элементарный Пример Да Если Видишь Что Человек Мошенник Надо Давать Ему День Просто Думая Что Ты Такой Благотворитель Рассудительность Должна Да И Мы Это Должны Церковью Такой Понимаете То есть Про И он Говорит В рассудительности Воздержание И Вот В этом Всем Стойкость Да То есть Вы Должны Можно Сказать Слушай Ну Они Ну Адекватные Они Верующие И Они Адекватные И Они Делают Ничего Нельзя Сказать И Очень Неплохо Размышляют И Они Постоянные В этом Они Не Просто Такие Вот Да Сегодня Есть Настроение Завтра Нет Настроения Понимаете Да И Вот Это Все И Благочестие Что Такое Есть Истинное Благочестие Это Учитание Сирот Вдов То есть Добрые Дела Да От Себя Что От Давать И Хранить Ся Не Оскорненным Миром Плохо Плоти Плохо Отчей И Гордость Житейства Вот Истинное Благочестие И Потом Из этого Братолюбия И Братолюбия Любовь И Петр Если Это У вас Есть Умножается То Вы Не Останетесь Без Успеха И Плота В познании Господа Нашего Иисуса Христа И Тогда Прокурору Нечего Будет Там Сказать Понимаете И Ничего Не Будет Мешать Вашим Молитвам У вас Будет Отношение С Богом Небо Будет Открыто На Небе Не Будет Вот Этого Препятствия И Все И Пойдет Уже Следующий Виток Времени Когда Будет На Земле А Уже С Земли Придут И Привяжут Понимаете Поэтому Человечество Еще Долго Живет Поэтому Я Верю В Это Я Для Себя В Библии Я Доказал Это Для Себя И Кто Хочет Это Услышать Может Это Услышать И Это Говорит Нам О Том Что Мы Должны Искать Где Мы Здесь Как Куда Что Делать И Если Бог Подует Бог Позовет Бог Захочет Активировать Мы Должны Избавиться От Этой Мы Что Бог Хочет Куда Ты Не Хочешь Ты Даже Не Представляешь Как Ты Хочешь Куда Бог Хочет Просто Пока Тебя Это Скрыто Тебе Кажется Что Бог Поэтому Если Ты Скажешь Богу Да И Будешь Продолжать Говорить Богу Да И Будешь Это Делать Как Сбалансировано То Все Будет Хорошо Ну Я Просто Они Победили Вы Кровью Агнца И Словом Свидетельством Своего И Уже 20 Лет Как Этот Момент Произошел Когда Я Просто Сказал Иисус Ты Веди Когда Я Не Буду Хотеть Тогда Веди Аминь Давайте Мы Помолимся Если Кто Хочет Может Я Готов Мы Можем Помолиться За Него Если Кто Готов Созрел Хочет Принять Это Решение Я Готов Поддержать Его Если Ты Просто Внутри Себя Пока Принимай Внутри Себя Бог Слышит Аминь